Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет», где мы с вами встречаемся для того, чтобы осмысленно и глубже понимать Священное Писание, Слово Божие. На предыдущей беседе, кто смотрел, кому это было интересно, мы говорили о книге святителя Николая Сербского «Война и Библия». Как этот выдающийся архипастырь постарался в свете Священного Писания Ветхого Завета осмыслить самое великое, самое тяжелое испытание, которое возможно на земле, которое именуется одним коротким словом «Война». А в этой беседе хочется предложить вашему вниманию следующее размышление святителя Николая, уже взгляд на войну с позиции Священного Писания Нового Завета. Выступал ли Спаситель за войну? Вот такой вопрос во все времена задавали, и во времена святителя Николая такой же вопрос задали однажды ему. И смотрите, как святитель Николай на него отвечает. «Ни одна разумная мать не станет сечь свое дитя без крайней нужды. Лишь когда все вразумляющие средства исчерпаны, только тогда мать берет в руки разгу, чтобы привести в чувство свое чадо, сбившееся с пути». Впрочем, мотив этого наказания не злоба, а встревоженная материнская любовь, обеспокоенная тем, как бы ее дитя не заплутало совсем, а также желание предостеречь других детей от уклонения на пути ложные и пагубные. И далее приводит святитель Николай слова из притчи Соломоновых, из 29 главы, 15 стих. «Разга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд матери своей». «Не замечали ли вы, что после такого наказания и дитя, и мать плачут?» Обращаю внимание святитель Николай. И действительно, дорогие друзья, особенно родители, вы все это прекрасно знаете, вспомните из своей жизни. Когда мама или отец вынуждены наказать своего ребенка, то, как правило, мать сама плачет. Плачет и мать от боли, чтобы смягчить боль своего чада. Не приходилось ли вам наблюдать трогательную картину, когда после порки ребенок все-таки смеется, а мать плачет? О небесная материнская любовь! Кто из нас в зрелые годы не благословлял свою мать за те немногие розги, что получал от нее в детстве? И кто именно в этом поступке матери, или отца, можно добавить, не усматривает еще более твердое доказательство ее заботливой любви? И далее святитель Николай Сепский говорит слова, может быть, даже неожиданные, да? Может быть, они даже вызовут какой-то протест у кого-то из тех, кто будет их читать или слушать. «Вот и война, не что иное, как порка, которую попускает Бог своим чадом, чтобы спасти их от окончательной гибели. Бог, чья любовь к людям не сравнимо крепче, чем любовь материнская, дозволяет опуститься в бичу народ человеческий, не по какой-то злобе, а только по единству, по любви и по печенью о них». И далее очень мудро и глубоко святитель Николай в этой главе обращает внимание на то, что Христос Спаситель мира открыл людям цель их жизни на земле. И не только цель, но и указал путь к этой цели. До Христа Спасителя люди не ведали цели своего бытия. Христос возвестил людям, что цель их жизни – сама жизнь, то есть жизнь в бессмертной, вечной, никогда нескончаемой радости. Царство Небесное – этот святозарный град, которому спешим мы, шагая по этому миру, по целому лесу символов и знамений, указывающих на город Небесный. «Ибо по словам Христового апостола, в данном случае святого апостола Павла, мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Послание к Евреям, 13 глава, 14 стих. «Жизнь в жизни вечной, в лучезарном ангельском городе, в Царстве Небесном. Вот цель, а путь к этой цели он сам, его пример и его заповеди. Ищите прежде Царствие Небесного и правды Его». Евангелие от Матвея, 6 глава, 33 стих. Если какой-то христианский народ, то есть народ, которому открыта эта цель, обращает внимание святитель Николай, напомню вам, что этот труд был написан в 1932 году, как раз в эпоху между Первой и Второй мировыми войнами, и святитель Николай своим глубоким таким вот умом пытался осмыслить причины вот этой страшной трагедии, которая постигает человеческий род. И вот он говорит, что если какой-то христианский народ, которому открыта цель человеческой жизни, грехами своими заслонит эту цель от своего зрения и разума, он делается слепым и безумным. А как следствие, то есть слепоты и безумия, этот народ ведет войну с истиной, то есть с самим Богом. Как тогда не ратовать ему и со своими соседями? Отпасть от Христа все равно, что отторгнуться от цели. И наоборот, прийти к Христу – это значит прийти к этой цели. Господь наш Иисус Христос не только указал цель жизни человека на земле, это цель – жизнь вечная, в нескончаемой радости общения с Богом, но и указал путь и обратил внимание, спаситель, что путь, ведущий в эту вечную жизнь, он узок. Узок – путь, ведущий в жизни. Евангелие от Матвея, 7 глава, 14 стих. Какой этот путь? Кротость, смирение, милость, любовь, надежда, вера, спокойствие, воздержание, благость, пост, молитва, прощение, алжба и жажда Божией правды, терпеливость, все и прочие добродетели, украшавшие самого Христа и украшающие всякого, кто следует этим путем. Господь в Евангелии от Иоанна, 12 главе, 26 стих говорит, «Кто мне служит, тот мне и последует». А в Евангелии от Иоанна, 8 главе, 12 стихе, спаситель говорит, «Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вот обратите внимание, дорогие друзья, что, как бы, подводя кратенький итог, сказанному несколько ранее, если мы смотрим с позиции священописания Нового Завета на любые испытания, которые попускаются людям на земле, то в первую очередь надо помнить, что Господь Иисус Христос открыл людям цель их бытия на земле, это жизнь вечная, Царство Небесное, и указал путь к этой цели. И сам о себе сказал, что у нас есть путь истины и жизнь. «Своим Евангелием Владыка Христос научил людей, как вести войну с самим собой, дабы в ходе этой брани укротить, возделать, смирить, облагородить и обожить себя». Для этой войны, и только для этой начертал он точную стратегию и тактику. То есть, Господь призывал к духовной брани с самим собой, а именно со страстями своего веткого человека. «Достославно показал он людям, каким подобным им быть, чтобы не пришло войны между ними». То есть, обратите внимание, духовная брань – это брань с самим собой, со своими страстями. Он не ведет брань с ближними, и не было бы тогда войн друг с другом, если бы люди каждый вели брань с самим собой. «Не утверждал Спаситель, что не будет войны, а учил, как не дать ей повода разгореться. Однако своим правительским духом прозрел он, что не все люди захотят его послушаться, и результатом этого будут многие войны». И вот это хорошо известно, и все вам, дорогие друзья, кто Священное Писание читает, из Евангелия от Матвея, 24 глава, 6-7 стихи, когда Спаситель, взирая на Иерусалим, говорил своим ученикам о грядущих судьбах человечества. «Услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Спаситель принес мир и благоволение в среду людей, но люди это отвергли». И далее обращаю внимание на очень важный, характерный момент Святитель Николай, что когда Господь говорил о грядущих судьбах мира, в частности о войнах, то Христос заплакал. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стих. Когда Господь об этом говорил своим божественным взором, прозирая судьбы человечества, плакал Христос, сам Христос. Так же, как вот немножко ранее приводил аналогию Святитель Николай, что как мать, наказующая своего ребенка, сама плачет. И даже когда ребенок уже после наказания смеется, мать продолжает плакать, потому что наказание для сына или дочери, для самой матери, это для нее боль. Так и Христос плакал, зная о том, что будут войны, восстанет народ на народ, что люди не послушаются его божественного закона. Люди забудут о той цели, которую он указал людям, и не будут идти по тому пути, который ведет к этой цели. Предрек Христос войны, имеющие разразиться в последнее время, и упомянул об их причинах. Причины будут в том, что выйдут лжехристы и лжепророки, умножатся беззаконие, и во многих охладеет любовь. Евангелие от Матвея, 24 глава, 24-12 стихи. Лжехристы будут указывать людям неверные цели. Лжепророки начнут предвещать мнимые и фальшивые события. Беззаконие и охладевшая любовь поведет людей по кривым дорогам. Одни люди не будут знать ни цели, ни пути жизненного. У других цели окажутся перед глазами, однако из-за слабости характера свернут они на иные пути. Третьи будут знать и цель, и путь, но злобно и сознательно отвергнуты то и другое. Как некогда иудейские вожди и старейшины со злобой и полным сознанием отырнули цель и путь, и распяли Христа. И всего сказанного выше отчетливо следует истина, которая гласит. И святитель Николай эту главу резюмирует следующими выводами. «Владыка Христос раскрыл цель жизни и указал путь к ней». Цель – это Царствие Божие, а узкий путь, ведущий к этой жизни, это исполнение евангельских заповедей. «Кто мне следует, мне да и последует», – говорит Господь. Вторая важная истиня. «Христос своим Евангелием предложил и заповедовал человеку воевать с самим собой, дабы тем самым устранить возникновение других войн». То есть, вновь повторим слова и Евангелия, и святого апостола Павла, что «наша брань не против плоти и крови, но против мировоправителей, властей века сего, против духов злобы поднебесной. Брань духовная против падших духов и борьба со страстями ветхого человека». «Именно такую брань заповедал Христос». Третий вывод. «Те, кто не ведет брань с самим собой, со своими страстями, пороками и грехами, неминуемо ведут ее с Богом и со своими ближними». Вывод достаточно прост. И как бы для любого человека, глубоко мыслящего и серьезно осмысляющего свою жизнь, по крайней мере старающего ее осмыслить, понимает, что если ты не ведешь брань со своими страстями, то ты неминуемо ведешь брань с Создателем Вселенной и с окружающими людьми. И четвертый очень важный вывод. «Война так или иначе постигнет христиан, попирающих христовых закон. Хотят они воевать или нет? Ведь похожи они на заблудших детей, которые, не желая бечевания, сами являются ее причиной». И в заключение святитель Николай пишет следующее. «Причина войны, любой войны во все времена, в отпадении людей от Бога и Божия закона». Богоотступничество и беспутство людей в мирных условиях ведут к войне. Если люди заслужат войну, то есть накопят, аккумулируют ее причины, она придет независимо от их желаний и чаяний. Как пьющую тифозную воду заражаются всем недугом, и болезнь постекает их неотвратимо, так и богоотступники, упиваясь богопротивными помыслами, хотениями и делами, навлекают на себя эпидемию войны, которая в этом случае становится неизбежной. Пока ратуют люди против Бога своими мыслями, желаниями и поступками, тщетно мечтают они о мире. Хотели они того или нет, война так или иначе войдет к ним, где брошено в землю ее семя. Война с Богом, явная или тайная, неотвратимо приводит к войне среди людей. Горький, может быть даже неприятный для многих вывод, делает святитель Николай Сепский в своей книге «Война и Библия» на основании глубокого осмысления Священного Писания. Рекомендую вам, дорогие друзья, кто хочет, кто желает иметь все-таки духовный, на основе Священного Писания и Святых Отцов, взгляд на свою жизнь, на события, которые в ней происходят, рекомендую вам познакомиться с этой книгой. Есть еще одна, может быть, не столь очевидная для всех причина – войн, и об этом, дорогие друзья, поговорим в следующей встрече. Будьте здравы и Богом хранимы! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok